Здравствуйте! В эфире программа «Минуточку». Здравствуйте! В эфире программа «Минуточку». Не секрет, что вопрос выделения земли в городских и сельских поселениях в России в наибольшей степени подвержен коррупции. Причин для того, чтобы не выполнять указ президента о выделении земельных участков многодетным семьям, изобретательные главы муниципалитетов каждый день находят великое множество. Учитывая этот факт, губернатор Владимир Миклушевский попросил депутатов провести расследование по данному вопросу. Это решение заставило многих занервничать. Не дожидаясь итогов, некоторые руководители поспешили заявить об объективных обстоятельствах. Хитрее всех поступил мэр Владивостока Игорь Пушкарев, который попросил земли приморского лесничества. «Я готов исполнять поручения губернатора, но город испытывает острый дефицит земли, который частично можно решить, используя земли Владивостокского лесничества». Игорь Пушкарев. Департамент лесного хозяйства сразу же заявил о готовности оказать мэрии города содействие в передаче лесных участков. Остается одно «но». Совсем недавно, в сентябре, по подозрению в получении взятки в размере 900... 900 тысяч... Подождем. Я понимаю, сейчас текст проходит. Надо пока так пройтись. Ты представляешь, как идет мысль в голове у человека, здесь столько букв. Представляешь, как грандиозно. Вот у меня мозг примитивный, у меня короткие фразы. «Хочу есть», «пошли домой», «дай денег». Департамент лесного хозяйства сразу же заявил о готовности оказать мэрии города содействия в передаче лесных участков. Остается одно «но». Совсем недавно, в сентябре, по подозрению в получении взятки в размере 900 тысяч рублей, была задержана чиновница мэрии Владивостока. Ей инкриминировалось незаконное согласование схемы расположения пяти земельных участков. Учитывая, как вольно распоряжаются недвижимостью Владивостока чиновники муниципалитета, очень хочется верить, что земли лесничества, предназначенные многодетным семьям, действительно попадут по назначению. Там какой-то был затук, ну ладно.